Лед сковал тротуары. Любой выход на городские улицы в Красноярске становится опасным для горожан. Если со снегом на большинстве дорог удалось почти разобраться, то лед вызывает большие неудобства у пешеходов. Удастся ли городским властям решить эту проблему, выясняла наша съемочная группа. Ну что это безобразие? Ноги ломать. Тротуары на городских улицах больше похожи на ледовый каток. Даже молодые люди с трудом преодолевают ледяное препятствие у входа в популярный магазин. А пенсионеры вообще стараются не выходить на центральный проспект правого берега, но нужда заставляет. Я не знаю. Идти надо в аптеку, купить лекарства, а здесь вот не пройдешь. Ну ни лопат, ни ломиков, ничего нет. Люди бы поработали, а нечем работать. Людей с инструментами на улицах не видно, зато песком посыпан снег в сквере неподалеку. А наледь на тротуаре рядом почему-то никем не обработана. Я вот сейчас шла, я еле тут прошла. Народу тут ведь очень много ходит. И это же центр, будем так говорить, правобережье. Отвратительно падаем. Не посыпают. Я сама, кстати, хотела написать жалобу, что руки не заходят. Здесь очень много ходит народу, да, я не понимаю, почему не посыпают. Такая ситуация во многих местах города. Где-то тротуар полностью покрыт толстым слоем льда, и людям приходится выходить на проезжую часть. Да и удержаться на ногах удается далеко не всем. Упала и заболела плечо сильно. Лед был внизу, во дворе, под снегом лед. Вроде как дра повезла, на трех садочек. И упала. А оказывается там лед. Все. Я так ничего не почувствовала, а вот плечо так, оно как-то в сторону у меня резко. В травмпунктах тоже отмечают увеличение количества пострадавших от падений на улицах. Человек, когда падает, пытается предостеречь, спасти голову, и, соответственно, он падает на руки. На первом месте среди наших больных – это больные с переломами лучевой кости. На втором месте – это травмы копчика. В основном это ушибы. Также часто встречаются переломы лодыжек. Народные способы, чтобы обувь не скользила, сейчас уже используют редко. А для лучшего сцепления ног с тротуаром люди идут к сапожникам. Приходит ликопластырь, наклеивают люди или еще что-нибудь. Но это давно отходит уже. Стараются обращаться к нам, кто делает качественно, хорошо. Стараются идти к сапожнику, как говорится. Потому что головолёт всё. Покупают обувь, она пластмассовая подошва. Они сразу стараются идти вот как-то поменять всё. Стоит такая услуга от 500 рублей. Но и антискользящая подошва не всегда способна спасти от падений на покрытых льдом городских улицах. Это просто убийство. Я каждый день по работе хожу здесь. Это ужасно. Это невозможно. Не чистится никогда. Как бабушка, он идёт с палочкой, как она пройти должна, если я еле как иду. Я молодой человек, причём молодая, да? Ну, я не понимаю тоже. Ну, странно и непонятно, дворники есть вообще или нет. Вот я не понимаю. А вот так я хожу на палочке с иголкой. Не хожу, а ползаю. В управлении дорог и благоустройство подтверждают. Жалоб на скользкие тротуары поступает очень много. Люди боятся получить травмы. Но даже больше 400 рабочих, которые борются со льдом в пешеходных зонах, на весь город не хватает. Такой лёд с тротуаров нельзя убрать механизированным способом с помощью спецтехники. Только с помощью ручного труда. Наши рабочие работают с помощью лопат, ломиков. Поэтому этот процесс небыстрый, очень трудоёмкий. Поэтому работа не выполняется так быстро, как хотелось бы жителям. Получается, что если многие автомобильные дороги всё-таки удалось вычистить именно с помощью техники, то пешеходы асфальта на тротуарах этой зимой вряд ли дождутся и будут вынуждены до весны ходить по толстому льду. Григорий Горячих, Данил Дубенко, 7 канал.